Я думала в спячку зимой ложатся только медведи, а нет, оказывается и легковые машины. Вот такие подснежники, брошенные собственниками в городе, не редкость. Колеса вросли в лед, бампер прожавел. Улица Молодежная, Никитина, проспект Комсомольский, практически весь центр города украшает автохлам. Пешеходы, может, не замечают подснежники, а вот автомобилистам железные цветы нравятся не слишком. Все мешают, я думаю. А чем прежде всего? Ну, хотя бы тем, что они занимают парковочные карманы, хотя бы тем, что они портят внешний вид города, стоят, гниют. Подъедешь, а она стоит просто так, не подъехать, не припарковаться. А в городе таких машин много? Замечали? Замечал, да. Ну, особенно возле двухэтажек, трехэтажек много. Она стоит, может, куда-то уехал, а полностью с деньгом завалена. Помимо дефицита парковочных мест, палки в колеса владельцы заброшенных машин вставляют дорожникам. Хорошо почистить городские магистрали, последние не могут, жалуются люди. Во дворах не чистим, и дороги не могут чистить. Лучше вовремя убирать их. Как удалось выяснить, заброшены машины в отчин администрации города, полиции, госавтоинспекции. Если владелец автотранспорта поставил свой автомобиль без нарушений правил дорожного движения, то он может стоять там сколько угодно. Ограничений по временному для этого нет. Если же автомобиль не нарушает правила, но мешает движению транспорта, движению пешеходов, также к нему могут приняться меры по устранению нарушения. К примеру, если заброшенный автомобиль стоит под знаком «работает эвакуатор», то машину эвакуируют. Если транспорт мешает движению, стоит посреди дороги, то инспекторы будут принимать решение о его дальнейшей судьбе. Что касается подснежников, которые ничего не нарушают, то конкретных мер реагирования к ним пока не применяют. Сотрудники ГИБДД и жители Краевого центра надеются, что в перспективе санкции к владельцам таких авто введут на уровне закона.